TypeScript – язык программирования со строгой депизацией, который основан на JavaScript. JavaScript – это интерпретируемый язык программирования. А это значит, что те, кто только закончили трехнедельные курсы по программированию, считают себя богами JavaScript при написании кода до момента запуска кода в браузере, где выполняется интерпретация и возникают все возможные ошибки. А это происходит в частности из-за того, что JavaScript является языком с динамической типизацией. И такой код в JavaScript абсолютно приемлем, и одной и той же переменной можно присваивать значения разных типов. И это может приводить к различным ошибкам, которые возникают только на этапе запуска приложения. При этом в редакторе кода вы не увидите никаких уведомлений либо предупреждений об этом. И потому для избежания таких ошибок при запуске приложения и используется TypeScript, который является надстройкой на JavaScript. Это означает, что любой код JavaScript является валидным кодом TypeScript. При этом преимуществами использования TypeScript являются статическая типизация и подсказки в коде. Но, конечно, есть и недостатки. При использовании TypeScript вам приходится писать больше кода. И, кроме этого, необходим этап конвертации кода TypeScript в JavaScript. Если код из этого примера, который мы уже обсуждали, перенести в файл с расширением TS TypeScript, то вы немедленно на этапе написания кода увидите предупреждение о том, что строку нельзя присваивать переменной, у которой тип число number. При этом TypeScript в данном примере определяет тип переменной неявно после начального присвоения значения этой переменной. Хотя, возможно, и явное указание типа, используя двоеточие и название типа после переменной. Но, конечно, ни один из веб-браузеров не понимает такой код, потому что код не является кодом JavaScript. И потому, для того, чтобы веб-браузеры могли корректно интерпретировать код, его необходимо сначала конвертировать из TypeScript в JavaScript. И такая операция называется транспайлинг, потому что и TypeScript, и JavaScript являются языками одного уровня абстракции. И делается это с помощью утилиты TSC. И уже после этого код JavaScript выполняется, например, в веб-браузерах, которые понимают JavaScript и с радостью выполняют интерпретацию такого кода. И, конечно, при использовании TypeScript на этапе разработки, ошибок при запуске возникает гораздо меньше. Кроме указания типов для переменных, в TypeScript можно создавать интерфейсы. Интерфейс — это структура для объектов. И далее объекты создаются на основании этой заранее определенной структуры. При этом, если, допустим, в объекте значение для свойства PageCount будет не число, то вы немедленно увидите уведомление. Ну а при создании, к примеру, пустого объекта, используя интерфейс Book, вы увидите, что в таком объекте отсутствуют необходимые свойства Title, Outro и PageCount. Для массивов можно указывать тип элементов, используя квадратные скобки после названия типа. Если какой-то из элементов не соответствует заявленному типу, то вы увидите предупреждение. Кроме этого, можно комбинировать интерфейсы и типы для того, чтобы определять структуру, к примеру, массива объектов. Это был TypeScript за 100 секунд. Ну а теперь для тех, кто хочет попробовать TypeScript самостоятельно, приступаем к практике. Для начала в новом проекте в редакторе кода создадим файл index.ts. И в этом файле объявим переменную myName и явно укажем тип строка. Далее в этой же папке добавим файл с расширением HTML. И создать базовую структуру HTML можно, используя знак восклицания и tab. В секции HEAD с помощью тега скрипта подключим файл index.ts к файлу HTML. Далее, нажав правой кнопкой мыши на файле index.html, скопируем путь к этому файлу на вашем компьютере. И далее перейдем в браузер и вставим скопированный путь. После этого откроем инструмент разработчика, и мы немедленно в консоли видим ошибку. Ошибка говорит о том, что веб-браузер не смог интерпретировать код в файле index.ts. А все потому, что двоеточие после названия переменной в JavaScript является, конечно же, ошибкой. Потому для корректного запуска кода в веб-браузере необходимо конвертировать файл с расширением .ts в файл с расширением .js. Это делается, используя утилиту .tsc. Сейчас на моем компьютере такая утилита отсутствует, а установить ее можно, используя npm. Не забывайте, что для npm вам необходимо установить Node.js на вашем компьютере. О том, что такое npm, я рассказываю в другом видео npm за 100 секунд. Итак, нам необходимо с помощью npm установить пакет TypeScript глобально на нашем компьютере. Для этого используется опция "-g". Пакет был установлен, и теперь давайте проверим версию .tsc. Версия доступна, и это значит, что мы можем уже выполнять конвертацию файла .ts в файл .js. Итак, сделаем это, используя .tsc и название файла .index.ts. Конвертация прошла успешно, и у нас в проекте появился файл .index.js. И в этом файле находится уже обычный код JavaScript без указания типов. Давайте в файле .index.html заменим файл .index.ts на .index.js. И обновим страницу в веб-браузере. И теперь мы видим корректный результат в консоли. Ошибка исчезла. Теперь попробуем присвоить значение другого типа переменной myName. И мы немедленно видим предупреждение о том, что число нельзя присваивать такой переменной, у которой тип строка. Попробуем выполнить транспайлинг этого файла в JavaScript, и мы также видим ошибку в терминале. Это означает, что этот код даже не дойдет до выполнения в веб-браузере. Теперь давайте посмотрим, как используются типы TypeScript в функциях. Создадим функцию price.info с одним параметром price и вызовем эту функцию с одним аргументом 100. И при наведении курсора мыши на параметр price сейчас видно, что тип определился неявно, как any. То есть вызывать эту функцию можно с аргументами различных типов. Но если указать тип явно, как number, то второй вызов функции будет некорректным, и строка ABC будет подчеркнута. Удалим этот некорректный вызов и выполним транспайлинг этого файла TypeScript в JavaScript. Открыв файл index.js, мы видим в нем переменную price.info, объявленную используя var, и этой переменной присвоена обычная функция, в то время как в файле TypeScript мы использовали стрелочную функцию. Кроме этого, мы видим, что возвращается строка, для которой вызывается метод concat, вместо шаблонной строки, которую мы использовали в файле TypeScript. Это происходит из-за настроек по умолчанию для транспайлера TypeScript. Изменить настройки TypeScript можно путем создания конфигурационного файла tsconfig.json, и в этом файле в настройках компилятора добавим target. Значение по умолчанию это ES3, то есть по умолчанию целевая версия JavaScript это ECMAScript 3, очень давняя версия. Но подавляющее большинство веб-браузеров поддерживают стандарт ES6, который появился в 2015 году, потому можно смело указать его здесь. И тогда уже целевая версия ECMAScript будет ECMAScript 6. Выполним транспайлинг сейчас, уже используя просто команду tsc, без указания названия файла index.ts, для того чтобы принялись во внимание настройки в файле tsconfig.json. И при открытии файла index.js мы видим, что у нас осталось объявление переменной используя const, также осталась стрелочная функция и шаблонная строка. Это все те функции, которые поддерживаются в ECMAScript 6. Это был TypeScript, язык со стройкой типизацией, который гораздо упрощает процесс разработки приложений, но при этом добавляет немного дополнительной работы для разработчиков. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, и до встречи в следующих видео.